Синдром запертого человека – это настоящий кошмар наяву. Происходящее с человеком напоминает фильм ужасов, где героя похоронили заживо в гробу с окошком. При этом в синдроме оказываются парализованы все произвольно сокращающиеся мышцы, за исключением мышц, отвечающих за движение глаз. Синдром запертого человека – это редкое неврологическое расстройство, при котором повреждается мост. Это часть ствола мозга, которая содержит нервные волокна, передающие информацию в другие области мозга. Пациент с синдромом запертого человека не может произвольно жевать, глотать, дышать, говорить или совершать любое движение мышцами. Больной способен лишь моргать и двигать глазами вверх-вниз. И больше ничего. Люди с такими поражениями часто находятся в коме в течение нескольких дней или недель, нуждаются в искусственной вентиляции легких, а затем постепенно приходят в сознание, но остаются парализованными и неспособными говорить, внешне напоминающими пациентов в вегетативном состоянии. Вместе с тем думающая часть мозга, а именно его кора, остается целой и невредимой, и пациент все время пребывает в сознании, отдавая себе отчет о происходящем вокруг. Он все еще может думать, вот только не в состоянии пошевелиться и произвести что-либо вслух. Это жизнь в западне собственного тела. Синдром запертого человека встречается крайне редко, но сегодня детально исследовано всего 44 случая. Впервые характерные клинические проявления описали ученые Плам и Пошер в 1966 году. Данное состояние описывалось под разными названиями, например, синдром изоляции, синдром дифференциации, псевдокома. Однако впервые довольно точно данное состояние было описано в художественной литературе еще в 19 веке. В романе «Граф Монте-Кристо» Александр Дюма описывает своего героя, господина Нуартье де Вильфор, как труппа с живыми глазами. Зрение и слух были единственными чувствами, которые, подобно двум искрам, еще тлели в этом теле. В 1868 году Эмили Зуля в романе «Тереза Ракен» описал этот синдром так. «У госпожи Ракен только глаза и были в движении. Они стремительно вращались в глазницах, зато щеки, губы как бы окаменели. Их неподвижность наводила ужас». Стоит сказать, что про человека с этим синдромом есть фильм «Скафандр и бабочка», сценарий которого основан на автобиографической книге. Наиболее частая причина синдрома запертого человека – это двустороннее, обширное, сосудистое или травматическое повреждение моста головного мозга, опухоль ствола мозга. Мост содержит важные двигательные тракты, нисходящие кортикоспинальные и кортиконуклеарные пути. При синдроме запертого человека происходит повреждение моторных волокон и двигательных центров в стволе мозга, обеспечивающих контроль мышц лица и речь. Синдром запертого внутри может развиваться в любом возрасте. Данное состояние имеет две фазы – острую, которая имеет различную продолжительность и характеризуется анартрией, нарушением функций дыхания, частым бессознательным или коматозным состоянием и полным параличом. И хроническую, во время которой полностью или частично восстанавливается дыхательная функция, глотательная способность и сознание. Синдром можно разделить на три формы. Классическую, при которой наблюдается тетраплегия, анартрия с сохранением сознания и вертикальное движение глаз. Неполную, при которой отсутствует вертикальное движение глаз, но сохраняются ограниченные произвольные движения головы, пальцев рук и ног. И полную, при которой пациенты находятся в ясном сознании, но при этом полностью неподвижны, включая движение глаз. При любой из форм в редких случаях синдром запертого внутри может иметь временный характер, протекать с постепенным регрессом неврологических симптомов, иногда с полным восстановлением. Синдром запертого человека – это сложное для диагностики состояние. Исследование 44 случаев синдрома выявило, что в среднем медикам необходимо до 3 месяцев для постановки точного диагноза. Основная сложность при диагностике заключается в том, что большинство пациентов находятся в коме продолжительное время, потом постепенно приходят в сознание, оставаясь парализованными. Поэтому часто первыми, кто замечает реакцию пациента на внешние стимулы, являются его близкие или ухаживающий медперсонал. Постановка диагноза синдрома запертого человека базируется на оценке симптоматики, обнаружении функций моргания и движения глазами, готовности больного общаться таким образом. Для постановки корректного диагноза необходимы результаты инструментальных исследований – КТ головного мозга, ЭЭГ и ПЭТ. Специфического лечения заболевания нет. Лечение включает лечение причины, если она установлена, обеспечение хорошего питания, профилактику проблем, возникающих в результате неспособности двигаться, например, пролежни, и обучение общению. Сможет ли пациент восстановиться, зависит от причины и ее тяжести. Пациенты с синдромом запертого внутри могут научиться общаться с использованием компьютерного вводного устройства, контролируемого движением глаз. Эти устройства также можно подключить к компьютеру и использовать для общения. Логопеды могут помочь пациентам выработать код общения путем моргания или вдохов носом. Если восстанавливается способность использования другой части тела, например, большого пальца руки или шеи, общение становится возможным и другими способами. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!